Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм, который всегда на вашей стороне благодаря нашей эмблеме, нашему девизу, завоживших облак и мертвых, разбивомолдным, благодаряшему гуру, учителю психфармачу, сегодня вам потрясающий рассказ у нас о том, как психиатры разругались вдрызг из-за галлоперидола. Ну, это действительно так. Что же приключилось? Ну, вышли новые рекомендации по лечению расстройств аутистического спектра. У нас есть плейлист, который называется «Детская психиатрия», пожалуйста, посмотрите там подробности, нас сейчас не это интересует. Главное, пошли заголовки «Аутизм будут лечить галлоперидолом, ужас, ужас, ужас». Ну, надо вам сказать, что целый ряд молодых психиатров, я только не знаю, молодые, не молодые, но, во всяком случае, для моих лет они, конечно, молодые. Вот, например, господин Мартынихин, вот я просто не успеваю за их передвижениями, я-то раньше думал, что он работает на Российское общество психиатров, оказывается, нет, он критикует Российское общество психиатров, причём открыто, и говорит о том, что вообще-то говоря, там не предусмотрена поведенческая терапия, я тут не специалист по этому поводу, поэтому пускай там родители сами за свой счёт её проводят, а мы будем лечить галлоперидолом. Это он критикует, опять же, за галлоперидол. Ещё более молодой специалист, господин Краснощёкин, говорит о том, что этим препаратом, вообще-то говоря, никто галлоперидолом ничего не лечит. В общем, создаётся такое ощущение, что в российском обществе психиатров собрались одни какие-то ретрограды, ну, в общем, люди, которые чужды прогрессивности, и вообще-то говоря, которые любят травить галлоперидолом. Ну, и понятно, что я ещё раз говорю, я не хочу вам рассказывать про все эти рекомендации по лечению расстройства в аутистическом спектре, я не специалист в детской психиатрии, я специалист, скорее, в психофармакологии, поэтому и меня это на самом деле возмутило. Возьмём мы, скажем, это руководство вот этого года, и в руководстве этого года, там, это анализ, по-моему, прямо говорится о том, что препараты типа арипипрозола, респиридона и галлоперидола используются для лечения раздражительности и агрессии у больных с аутизмом. Подчёркиваю, временное лечение раздражительности и агрессии, не лечение аутизма, нет, они здесь ничего, они не помогут, но галлоперидол используется для лечения раздражительности и агрессии, в общем-то, во всех странах мира, и ничего тут такого нет. Давайте мы сейчас разберёмся, вообще-то говоря, а что надо делать, какие препараты надо назначать. Тут мы спецы и хотим, конечно, всё рассказывать вам на фоне нейрона. Вот дофаминовые пути головного мозга, 4, это не все пути дофаминовые. Что такое дофаминовый путь? Это цепочка из дофаминовых нейронов. И вот эта цепочка из дофаминовых нейронов, их несколько этих цепочек, они, например, определяют обучение и мышление, это так называемый мезокортикальный путь, который подкорку соединяет с корой, мезолимбический путь, это эмоции, вознаграждение, это, опять же, подкорка лимбическая система, негростреарный путь, двигательная регуляция и туберо-фандибулярный путь, это регуляция выделения гормонов. Я бы вот только здесь обратил бы, хотел ваше внимание. Вообще-то дофамин является активирующим нейромедиатором повсюду, за исключением регуляции гормонов. Вот там дофамин тормозит выделение гормонов. Давайте будем разбираться, что же происходит у детей, которые страдают аутизмом. Обратите, пожалуйста, внимание, мне вот нравится вот эта именно гипотеза. На самом деле этих гипотез много. Ну, вот я предпочитаю эту гипотезу, я вам сейчас ее кратко расскажу. Вот представьте себе, что все нейроны, их очень у нас много, они все соединяются с помощью вот этих вот соединений, которые называются синапсы или синапсы. Ну и самое интересное, что происходит в жизни человека, это увеличение числа нейронов после того, как он рождается. Ну, наш головной мозг растет, количество нейронов увеличивается. Но так происходит до шестого месяца жизни. А вот с шестого по четырнадцатый месяц жизни происходит чистка нейронов и синапсов. То есть удаляются лишние нейроны и удаляются лишние связи между нейронами. Наступает так называемая зрелость мозга. То есть мозг зреет постепенно для выполнения очень важных и нужных задач. Так вот, есть такая гипотеза, что у детей с аутизмом чистка нейронов и синапсов происходит неправильно. Это приводит к тому, что нейронов-то много вроде бы, дофаминовых нейронов-то уже достаточно много. Но они не так соединены, поэтому на самом деле активность дофаминовая, она снижена. И это все приводит к тому, что, ну, например, обучение памяти, абстрактное мышление у таких детей затруднено. Они трудно переключаются с одной идеей на другую. То, что называется моноэдизм. То есть одна какая-то идея. Ну и действительно, если вы посмотрите на таких детей, им трудно играть в игры, которые требуют воображения. Сложные задачи им даются с трудом. Особенно, когда требуется какое-то использование образного языка. Или там нужно понимать речь и делать выводы. У них ограничительное поведение. Единственная телепрограмма или игрушка. Больше они не могут перенести мезолимбический путь, где эмоциональная отгороженность, а спонтанность, там тоже дофаминовая недостаточность. Из-за этого возникает повторяющееся поведение. Это намеренность соблюдения неких правил при расположении объектов определенным образом. Это потребность в однообразии, сопротивлении переменам, выполнении повседневных занятий в одном и том же порядке. Ну и в результате еще и коммуникативные функции тоже нарушаются. Слабая реакция при попытке общения. Реже обращаются с просьбой, делятся переживаниями. Редко указывают на объекты, которые им нужны, чтобы поделиться своим переживанием с другими людьми. Ну и самое важное, что происходит, происходит следующее. Очень часто возникает сенсорная перегрузка. То есть вот настолько их нейроны, настолько их синапсы работают плохо, что вот возникает сенсорная перегрузка, когда слишком много стимулов, и тогда начинается возбуждение. Это возбуждение, на мой взгляд, указывает на то, что негро-стриарный путь у них не поражен. То есть там активность нейронов, она сохраняется. Двигательная регуляция у них в результате может возникнуть возбуждение. И это возбуждение будет проявляться, вот в частности, нарушением поведения. Поэтому для того, чтобы снизить активность в негро-стриарном пути, вот эту двигательную регуляцию убрать, очень часто во всем мире используют препараты, которые снижают активность дофаминовых нейронов. Вот наша классификация нейролептиков по их воздействию на дофаминовые нейроны. Обратите внимание, она очень-очень простая, всем рекомендую. Только одна буквка D, это то, что на дофаминовые нейроны действуют. Стрелочка вниз, означает, что снижается активность нейронов. Д большая, это сильно снижает. Ну и понятно, обратите внимание, ирисперидон и галлоперидол, это препараты, которые сильно снижают активность дофаминовых нейронов, что в общем соответствует задаче, потому что надо максимально быстро снизить активность дофаминовых нейронов. В чём состоит беда? Если мы с вами назначаем такому ребёнку с аутизмом, назначаем галлоперидол или эрисперидон, то активность дофаминовых нейронов ещё более снизит. То есть она, конечно, снизится в негро-стриарном пути, где двигательная регуляция, то есть он не сможет у нас с вами проявлять активность. Это вот на самом деле очень важно, ещё раз хочу подчеркнуть. Вот это агрессия, которая может быть направлена на окружающих, а может быть направлена и на себя самого. То есть такой ребёнок может быть опасен для себя самого. Поэтому действительно эту агрессию нужно прекращать. И в общем тут всё оправданно. Ещё раз говорю, это на непродолжительное время. Обычно ограничивается продолжительность назначения препарата 8 неделями. Не более того. Так вот, назначают эти препараты, но дальше происходит следующее. Обратите, пожалуйста, внимание, ещё больше ухудшается ситуация в мезокортикальном пути, в мезолимбическом пути, то есть с обучением, с мышлением, с эмоциями, вознаграждением. Поэтому ещё раз говорю, это не панацея, нельзя принимать эти препараты длительно. Это только средства скорой помощи. Ну, надо вам сказать, что подавление активности в стариатме тоже этим детям не может пойти на пользу, потому что кроме того, что это двигательная регуляция, там ещё автоматизированные движения, соотнесение произвольного и непроизвольного компонентов движения. То есть в общем здесь, конечно, всё не очень в этом отношении хорошо. Ещё раз говорю, это всё-таки допускается, потому что выхода тут нет никакого. Надо что-то назначать, если ребёнок угрожает самому себе, например, или там на кого-то набрасывается. Надо сделать таким образом, чтобы он бы находился в безопасности. Но ещё раз добавляются определённые лимиты по продолжительности. Ни в коем случае эти лимиты по продолжительности ни в коем случае нельзя превышать. Надо вам сказать, что есть некий всё-таки нюанс. Вот если мы говорим с вами по поводу колоперидола и респиридона, в общем-то препараты достаточно мощные антипсихотики, но есть один нюанс у респиридона. Есть такой белок, который называется П-гликопротеин. Посмотрите, пожалуйста, у нас есть в нашем плейлисте про респиридон довольно большой плейлист. Там рассказывает этот механизм действия. Так вот, чем занимается этот П-гликопротеин? Ну, он занимается очень неприятной вещью для респиридона. Он выбрасывает его из головного мозга. То есть, нейролептик должен попасть в головной мозг, а вот П-гликопротеин его выбрасывает, наоборот, из головного мозга, противодействуя его эффектам. Самое интересное, что этот П-гликопротеин активизируется в условиях гиперпролактиномии, повышения уровня пролактина. И вот здесь мы должны с вами вспомнить, что на самом деле везде, по всему головному мозгу, дофамин является нейромедиатором активизирующим, а здесь он является нейромедиатором тормозящим. Он призван тормозить выделение уровня пролактина. Но, поскольку респиридон сам соединяется с этими самыми рецепторами, не даёт действовать дофамину, пролактин начинает выделяться. В чём ужас этой ситуации? Ужас состоит в том, что респиридон – не липофильный препарат, он с трудом проникает, ну, во всяком случае, с относительным трудом проникает через гематоэнцефалический барьер, и самое важное, что его ещё и выбрасывает П-гликопротеин, начинается повышение уровня пролактина, а респиридон накапливается вне зоны гематоэнцефалического барьера, ровно там в зоне гипофиза, поэтому очень и очень высокий уровень пролактина появляется на фоне приёма респиридона. Не только респиридона, но и его последователей, таких как палиперидон, есть у нас инвега, ксиплеон, тривикта – это всё палиперидоны, самые гиперпролактиномические препараты из тех, которые на самом деле есть. Обратите, пожалуйста, внимание, что галопиридол в этом отношении гораздо более безопасен, легко проникает через гематоэнцефалический барьер, даёт гораздо меньше повышения уровня пролактина. Там свои проблемы, которые связаны с нарушением негростриарного пути, то есть нарушением движения. Ну, и надо вам сказать, что из-за респиридона даже возникал скандал, потому что Джонсон и Джонсон фирма выплатила 8 миллиардов долларов американцу, у которого увеличилась грудь, который с детства принимал этот самый препарат, он страдал детским аутизмом. И именно поэтому, вот я говорю, инструкции пишутся кровью, нельзя принимать этот препарат длительно. Ну, во всяком случае, ограниченное, за ограниченный срок, вряд ли сильно вырастет уровень пролактина. Тем не менее, помнить надо, что у ребёнка может быть увеличение массы тела, может быть остеопороз. Понятно, что для ребёнка снижение либидо, нарушение менструального цикла, в общем-то, неважно, но может появиться увеличение даже молочных желёз. То есть на самом деле, на самом деле, это всё очень и очень серьёзно. Итак, на самом деле, мы получаем с вами странную довольно ситуацию. Вот все говорят о том, что галлоперидол – это устаревший, там, старинный препарат, а нужно применять респиридон. Ну, я вам честно скажу, я особого преимущества у респиридона перед галлоперидолом, ну, я просто не вижу. Потому что просто у галлоперидола свои косяки, у респиридона свои косяки. Я бы, честно говоря, здесь бы подумал об арипипрозоле. Почему об арипипрозоле? Арипипрозол, а в нашей стране самый доступный арипипрозол – это препарат Ролатекс. Вообще, надо сказать, что поскольку хорошие препараты всегда дороги, у нас был брендовый препарат под названием Обилифай, потом он исчез из нашей страны, именно потому что был слишком дорогой. Слава Богу, что у нас появился более доступный препарат под названием Ролатекс. Почему его безопаснее назначать детям? Его безопаснее назначать детям, потому что он по-другому действует на рецепторы. Если у нас препараты респиридон и галлоперидол, они просто присоединяются к рецепторам, являются антагонистами, то есть они не дают дофамину действовать, и активность резко падает, этот препарат является так называемым частичным агонистом. Он сам соединяется с этими рецепторами и имитирует действие дофамина, но на сниженном уровне. Ну вот я всегда пользуюсь профессором Штефаном Сталем, который в своей вот этой вот статье, вы можете погуглить, она есть в полнотекстовом доступе, он вот такую картиночку рисует. Ну понятно, что без своей физиономии, это уж я вставил, для того, чтобы вы поняли, что это не я такое придумал. Некий спидометр, вот дофамин, это максимальная как бы скорость, там мы предположим 100 килограммов, 100 километров, прошу прощения, а репепрозол, значит, гораздо меньше, это там, я не знаю, предположим, 20 километров в час, а галоперидор и спиридон, это 0 километров в час. Именно поэтому при аутизме, где и так дофаминовая активность снижена, мне кажется, что вот препарат а репепрозол, который навязывает определенный уровень активности дофаминовым нейронам, в том числе в негростриарной системе, которая, по-видимому, интактна, он гораздо более предпочтительный, нежели чем назначение галоперидола и респиридона. То есть здесь не будет такого падения дофаминовой активности, дополнительного падения дофаминовой активности, не будет такого ухудшения в состоянии у пациентов с детским аутизмом. Надо вам сказать, что всё о том, о чём я говорю, в общем, давно известно. Давно известно, что, вот очень интересный метаанализ, мы его часто цитируем, это касается лечения шизофрении, но здесь нас другое волнует. Нас волнует то, что именно а репепрозол, это препарат единственный в группе средней достоверности данных по низкому риску возникновения побочных игроков, просто перевожу для вас, лучше всех переносится. А раз он лучше всех переносится, то, наверное, его и лучше всего назначать детям. Поэтому вы знаете, что вот когда вы будете сталкиваться с ситуацией, когда какие-нибудь, господа, молодые психиатры будут вам рассказывать о том, что старые психиатры, они все заскорузлые, пожалуйста, не верьте этому. На самом деле заскорузлый психиатр – это тот, который действует, скажем, от лица какой-нибудь фармацевтической компании и кричит о том, что вот, смотрите, респиридон – это новое поколение, галлоперидол – это все старье. Еще раз говорю, никакой особой, даже с моей точки зрения, галлоперидол в этой ситуации более безопасен, чем респиридон. Ну и стоимость, конечно, у него копичная. Конечно же, если у вас есть возможность назначить ребенку арипепрозол, это будет гораздо лучше. Так что вот то, что я вам сегодня хотел рассказать, как всегда. В конце я вас прошу подписка, лайк, комменты. Обратите, пожалуйста, внимание, что мы для вас сделали специальную опцию. В описании ролика есть. Вы можете обратиться к нам за экспресс-анализом своего диагноза и назначенного лечения. Поверьте мне, это очень и очень действенный механизм. Вы тут же получите ответ. То есть, правильный у вас диагноз, соответствует он критериям МКБ-10, не соответствует критериям МКБ-10. Лечение соответствует диагнозу, не соответствует диагнозу. Это же очень на самом деле важно, причем это все можно делать быстро и дистанционно. Становитесь спонсором нашего канала. Хотите облагодарить нас за этот ролик? В описании найдете реквизиты счета. До новых встреч.